Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В последние месяцы у меня полная каша в голове, я не знаю, чего на самом деле хочу или с чего начать действовать. Работаю на стабильный заработок, из-за чего не остается времени на другие вещи. В голове я только думаю, как изменить жизнь, как на эти силы посещать тренажерный зал, как изучать языки и учиться для смены работы. Тысячи мыслей и желаний на ноль действий. В итоге, как правильно запланировать свою жизнь и двигаться. Проходит время, я работаю, гуляю с друзьями, но внутри как всегда какое-то чувство, которое мешает мне насладиться моментами. Как будто бы я не успеваю, не знаю, чего я хочу и бегу от ответственности за свою жизнь, постоянно откладывая на потом. Нужен совет, как с этим разобраться, благодарю. Так или иначе, я думаю, что советов психологи вам давать не будут. Какие-то направления возможны, но советов нет. Полная каша в голове у вас началась в последние месяцы. Значит, в последние месяцы что-то случилось. Точнее, эти самые несколько месяцев назад у вас что-то случилось. Вот что случилось, давайте попробуем разобрать. То есть попробуйте увидеть, что случилось, да? Может быть что-то произошло, может быть вы что-то увидели, может быть вы что-то почуществовали, с чем-то столкнулись, с с кем-то поговорили, что-то почитали. все что угодно может быть. Я не знаю, чего на самом деле хочу или с чего начать действовать. Ну, давайте так. Если вы не знаете, чего вы хотите, то здесь можно посмотреть на то, чего вы не хотите. И здесь нужно посмотреть на то, что вообще представляет из себя ваше желание. Насколько подробно вы на них смотрите. Внимательно, насколько вы на них смотрите. Работают на стабильные заработки, из-за чего не остается времени на другие вещи. Я не думаю, что это действительно так в полной мере. Хотя бы потому, что вы говорите сами, что время на то, чтобы погулять с друзьями, у вас есть. Поэтому я не думаю, что здесь вы 100% честны. С одной стороны. С другой стороны. А если вы так устроили свою жизнь, что у вас ни на что другого не хватает времени, кроме на это, то вероятно в это вы как раз таки и бежите. И если я верно здесь увидел вашу линию поведения, то, на мой взгляд, одна из ключевых проблем заключается в том, что вы бежите, чтобы посмотреть свои желания, чтобы поисследовать свои чувства. Тогда, на мой взгляд, нужно ведь остановиться, нужно замедлиться, нужно побыть на дне с собой, ничего не делая, да, и просто понаблюдав за тем, какие процессы с вами будут происходить. Если же вы все время бежите, если у вас ни на что не осталось времени, то, естественно, вам это сложно замедлить. Поэтому первый, второй момент – это замедление. Необходимо замедляться. И необходимо быть более внимательным к себе, к человекам. Вот, я тут в данном случае не очень понял, мужчина или женщина, поэтому я буду говорить за человеком. Вот, дальше, в главе я только думаю, как изменить жизнь, как найти силы посещать тренажерный зал, как изучать языки и учиться для смены работы, а зачем, зачем, ну, то есть, вот, для чего это все? Для чего посещать тренажерный зал, для чего изучать языки и учиться для смены работы, зачем? То есть, не то, чтобы этого делать не надо, я не об этом, а я о том, просто, зачем. Тысячи мыслей и желаний на ноль действий, это значит, что, во-первых, между мыслями и действиями стоит некая стена, на юных нужно посмотреть, вероятно, это страх, это первое, то есть, и страх, скорее всего, неосознаваемый, вот. Второе, мысли, это мысли, а вот чувство, это другое, как вам сказал мой коллега, что мысли, это логика, а чувства, есть чувства, они нелогичны. Поэтому, если у вас мысли по поводу того, что надо делать, это не про желание, вот. В итоге, как правильно запланировать свою жизнь и двигаться? Я не думаю, что планировать жизнь вообще хорошая идея, я думаю, что вы можете следовать своим внутреннему ориентиру, но для этого его нужно почувствовать. Проходит время, я работаю, гуляю с друзьями, внутри всегда какое-то чувство, которое мы сейчас не наслаждаться моментами. Я думаю, что это недовольство. Я думаю, что это недовольство, я думаю, что это определенная претензионность, если хотите. Да, то есть вы чувствуете как бы претензию к чему-то, но вот не разрешайте себе ее выражать. Как будто я не успеваю, не знаю, чего я хочу и бегу от ответственности за свою жизнь постоянно откладываю на потом. Так, если вы боитесь не успеть, это история про то, что вы должны успеть. Это точно, значит, внушенная вам мысль, что вы должны что-то там успеть, что вы можете чего-то там не успеть. Вот, в жизни так не бывает. Человек проходит свой путь такой, какой он есть. Он не может чего-то успеть, чего-то нет. Вот, то есть вы себя подгоняете, если вы себя подгоняете, вы себя насилуете, а если вы себя насилуете, значит, вы кого-то слушаете, какую-то фигуру значимого человека в вашей жизни. Когда так происходит, вот, можно сказать, что, в принципе, человек как-то блокирует себе, да, ответную реакцию на это. Дальше, не знаю, чего хочу. Ну, я повторюсь, начните с того, чего вы не хотите. Бегу от ответственности за свою жизнь. А что такое ответственность за свою жизнь? Что это? Вот, буквально, что это из себя представляет? Что такое, по-вашему, ответственность за свою жизнь? Нужен совет, как с этим разобраться. Ну, об этом я уже сказал, да. В целом вы проявляете впечатление человека, который, как бы так сказать, человека, который, ну, действительно, действительно бежал, действительно бежал, бежал на протяжении вот... большого количества времени, да, вот, бежал, к чему-то, значит, стремился, а потом почувствовал, что то, к чему он стремился, да, это вот не совсем, ну, не совсем его, да. Вот. А может быть, может быть, может быть, может быть, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ на своей работе, да, просто пытались найти какую-то отдушину и пытались от чего-то уйти, действительно. Но если и есть то, от чего вы пытаетесь уйти, то, по моему мнению, это вызов некоторый, то есть вы пытаетесь уйти от вызова, вызов, от вызова, который вам, ну вот, по моему мнению, да, бросили другие люди, вот. Если вы внимательно посмотрите на себя, да, если вы внимательно посмотрите на то, вот, как вы к себе относитесь, например, вот, то вы увидите, что, как мне кажется, вы запрещаете себе определённые чувства, просто запрещаете себе определённые чувства, просто запрещаете себе определённые переживания, вот, запрещаете себе проявлять, ну, проявлять себя, да, вот, с определённой стороны, просто говорить себе, как бы, что, ну, что я не должна, вот, что вы себе говорите, вот, я не должна, значит, ну, как-то вот проявлять себя, да, с какой-то вот, ну, с какой-то определённой такой позиции. Вот. Вот то, что, на мой взгляд, вы сами транслируете и то, что, на мой взгляд, вам мешает. Вот. Можно ли это скорректировать? Да, конечно, можно. Это можно скорректировать, это нужно корректировать, вот, только это, ну, это работа психотерапевтическая. И самый лучший способ разобраться в себе таким образом, это пойти на психотерапию, вот, выбрать себе эксперта и начать работать. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, всего самого доброго, удачи!